И дальше начался кошмар, добыча стала падать, просто обвально падать, и к 1995 году было ощущение, что нам придется нефтепродукты закупать, потому что уровень добычи упал с, если вычленить из Советского Союза Россию, где-то с 550 миллионов тонн до 269, по-моему, в самом нижней точке было 269. Абсурд вообще, да? Был абсурд, и главная проблема в этом абсурде, она была даже не в том, что падала добыча, но вроде как можно сократить потребление, а проблема заключалась в том, что нефтяная промышленность, она при таком падении добычи, она разваливается. То есть вот нет такого, что она дальше будет медленно сокращаться. Она сокращается, сокращается, потом падает. Ну, условно говоря, я всегда привожу этот пример, потому что он наиболее характерный и менее всего известный. Если вы добываете нормальное количество, очень большая проблема, никогда не могу объяснить многим людям, скважинной жидкости, вот это то, что добывается из скважины. Это же не нефть, это вода плюс соль, плюс, собственно говоря, нефтяная эмульсия, плюс газ и так далее. И вы ее закидываете в трубу. Если эта труба полная, то вот эта вот скважинная жидкость идет там турбулентно. И трубу она сжирает, потому что, ну, соль внутри, она ее сжирает лет за 15. А если труба пустая? А если труба пустая, то у вас нефть уходит наверх, поднимается, а вода с солью уходит вниз. И она буквально прогрызает в трубе. Называется ручейковая коррозия. За два года трубы нет. А вы себе представьте, в одном объединении там 40 тысяч километров труб. Все, все, нету, просто нету объединения за два года.